здравствуйте друзья сегодня из мировой столицы дождей из города сани вэйл что в кремниевой долине на калифорний щене я веду свой репортаж с городской улице в сущности это не то что там хайвэй какой так городская улочка хотя хайвэй у нас впереди минутки там полторы-две мы на нем побудем и хочу сказать что в 6 утра сегодня по местному времени произошло некое событие которое в моей жизни произошло первый раз я никогда не вывешивал видео на ютюбе так чтобы она по расписанию выходила в эфир а так повесила повесил кнопочку нажал как загрузилась так и доступно гражданам но тут поскольку тут сразу шесть блогеров чего-то записали потом кто-то это все порезал дали мне кусочек поставили в очередь и говорят у тебя номер 5 и значит надо было как-то это все синхронно вывесить и тут молодежь давайте да носили нас в данном случае такая прогрессивная молодежь они ведь новые фишки осваивают вот и сказали вывесишь там в такое-то время там по такому-то календарю там на самом деле по московскому вывешивали 4 плюс вот гринвича но у нас она оказалась минус 8 там другого дня в общем получилось очень прикольно и я пошел спать а видео вышло и значит соответственно какие-то люди уже успели какую-то ерунду написать вот я думаю это читали хвостович не любят я не знаю черным там русофоб говорят хвостович русофоб вот я не я да я как-то не заметил как вы относитесь к русофобству а я не заметил честно вот я думаю может это у кого-то с головой не в порядке вот так это уже я тут не в силах совершенно не в силах помочь а сегодня пятница и у нас вот в 12 часов я сегодня позже еду на работу так вышло но я успею до 12 и у нас сегодня в 12 часов такой как бы можно сказать праздничный между собой чик назначен это значит что мы все там вытянули жребий и каждый каждому достался кто-то из сотрудников по жребию кого надо осчастливить подарком в размере 20 долларов так чтобы не это как сказать не в общем не баловать вот 20 долларов и мне досталось жанна я недавно я показывал видео она там рассказывала об американской жизни и у меня есть подарочек для жанны сейчас я приеду девчонки завернут у меня со я на всякий случай взялся бы бумажку цветную для обертывания но у нас там как бы есть в офисе но я на всякий случай еще что еще сказать из праздничного раз мы тут с блогерами и про новый год вчера принесли нам знаете у нас есть типа продовольственных заказов как в ссср были но здесь как-то это другой механизм на всяком случае принесли килограмм икры красный хороший тут есть такая такой бренд икры она американская местного засова и производства называется питер пэн вот этот питер пэн очень крупная такая хорошая добросовестная икра и коробка килограммовая стоит ну так она и я боюсь соврать по долларам 90 вот тут поскольку у нас такой как бы коллективный заказ то вышло по 70 и я даже не 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 столько раз и там все двадцатку сэкономил но само по себе ощущение килограмма икры в коробке принес домой жена так значит посмотрел на это дело разложила по более мелким таким баночкам у нас теперь много баночек с икрой игра идет неплохо поскольку вчера вечером обнаружилось что дома есть там питок блинчиков не знают откуда взялись ну вот были и мы тут же значит ну не не жена я тоже жена уже поужинал а я еще нет и вот я поужинал блинчиками с икрой и хочу сказать вам неплохо неплохо и питер пэн и такая она не соленая такая вот то что надо и корка и крупненькая и так хорошо хотя соленая конечно в том смысле что желательно вообще соли поменьше мы переедаем в этом мире соли по сравнению с нашими предками которые вообще соли не видели вот мы конечно очень много соли употребляем что вредно и особенно в консервированных продуктах или там не то что консервированных здесь называется процесс то есть скажем даже ветчина например а представьте сколько там всего в полосольном огурчике а уж там что говорить ну неважно в общем съел икры и съел теперь грехов не замолишь уже грешен вот сейчас приедем будем подарки дарить что еще сказать 23 у нас последний день мы работаем и уходим на каникулы декабря уходим на каникулы возвращаемся пятого числа это будет понедельник у нас там группа слава богу есть и мы тут еще одно начали во вторник вот на этой неделе сегодня пятница у них был вторник вчера был урок второе у них был это четверг вот началась и и новая группа то есть как бы есть есть кого учить чего там говорить так что все больше и больше народу из тех групп которые были full time чтобы их разделили на две половины по 20 человек все больше и больше народу разбредаются там по интерншипом всяким и знаете так заходишь класс и каждый раз там все меньше меньше народу остается потому что они уже тогда доучиваются по вечерам если вообще есть желание доучиваться то они тогда уже вечером ходят жизнь движется значит в течение этих каникул ну как бы технически уроков нет но фактически как бы там поскольку я все равно здесь рядом живую то я значительную часть этого времени я нахожусь в офисе и занимаюсь какими-то проблемами такими более долгоиграющими потому что вообще если ты в офисе находишься то ну хорошо если вот нет такого чтобы каждые пять минут кто-то тебе заглядывал и что-то говорил и отрывал отдела вообще в офисе трудно делать какое-то дело требующие там например полчаса и больше для того чтобы его завершить так что это либо уже из дома надо либо уже так заберешься в офис когда никого нет и вот тогда продуктивненько продуктивненько вот все свои хвосты подчистишь там и очень классная я очень люблю работать когда никого рядом нет и так обстановка такая рабочая чайку там все заваришь и сидишь и фигачи по клавишам вот так что нормально так что в предвкушении и вот дождички они тоже придают какой-то знаете смысл жизни потому что в течение трех лет последних была ну реально засуха но то есть скажем так количество осадков которые выпадали не соответствовало вообще ничему то есть уровень за полностью водохранилищ по калифорнии вот на днях там был что-то не помню 300 процентов с копейкой ну ну то есть совсем плохо вот и то что сейчас такие дождички идут именно не проливные а так они так накатиком таким потихонечку моросят хотя вот мы вроде бы ехали из дождика на часу на стол вот это очень здорово мне нравится потому что это влияет хорошо на снег в горах значит будет чего подтаять очень здорово настроение хорошее можно сказать что предпраздничное не праздничное счет на следующей неделе у нас будет праздник сегодня 19 а чё там 19 а 23 последний день а сейчас выходные в общем все все неплохо я надеюсь на выходных поехать в гости тут к одному дядечке а те из вас кто смотрел как там книголюбы делали налет на нашу дачу и там вот у нас был фима риэлтор который пел значит песни нашего детства вот афима еще меня лет на 10 постарше вот представьте такое он помнит вообще многое но не ленина но стали напомнят в общем короче фима тоже опять книголюба у него там соберутся они что-то обсуждать а они будут обсуждать поэзию двадцатых годов вот и мы туда рванем я надеюсь там что-нибудь поснимать это будет буквально завтра в субботу у него там мероприятие сходка так назовем вот я буду на этой сходке что там поснимаю может быть кто-нибудь стихи читает я уже сразу вас напугал правда там как тихи стихи нормально человек не будет смотреть это чересчур это как песни слушать еще хуже но не важно в общем у нас народ любит про лотерею про пожар про наводнения про крах доллара вот а так я даже не знаю чем еще чем еще порадовать доллар вот не рушится нифига как-то он даже наоборот вот и не могу сказать что мы пока это как-то почувствовали вот тут на внутреннем рынке это брать доллар и доллар бензин снижается вот я проезжаю вы видите желтенькая табличка там на ней бензин который подороже ну сейчас ближе подъедем я скажу что-то мне так не очень видно два с чем-то вижу с чем-то бензин дешевеет есть места где там уже там до двух пятидесяти дошло это при том что совсем недавно было хорошо так за 4 доллара вот там есть цены в трех категориях да там regular еще там чего-то вот самый дешевый потом 275 потом 283 и 293 вот самый дорогой 293 вот так так стоит бензин и это это самое эпицентр можешь сказать кремниевой долины здесь подороже все ну но не не фундаментально но если отъехать полчаса в сторону то будет заметно дешевле то может быть на 30 центов легко может быть подешевле так что вот такая история но бумирует real estate что-то страшное происходит несмотря на декабрь обычно в декабре спад то есть как бы людям ну как-то не до недопокупки жилья знаете и не до продажи жилья потому что продажи жилья тоже связано с неудобствами ты должен там как-то уходить ты должен поддерживать там в порядке если ты живешь дом если ты выехал это одно но в общем как правило ноябрь еще куда не чтобы декабрь это всегда было затишье сейчас затишье нет час бумирует со страшной силой каждые там неделю выходят новые дома на продажу я думаю просто люди может быть боятся что как бы мим не проскочить кроме того с подъемом доллара раз с укреплением с снижением безработицы 2 со снижением цен на нефть потому что это тоже очень серьезный фактор способствующий в перспективе способствующие инфляционным процессом то есть как бы оживает экономика и сейчас очень много пишут на тему о том что как бы вот федерал значит резерв не начал поднимать ставку то есть интерес банковский он снова дочек пошел сейчас он на дуле просто ноль да значит как бы они не начали бы межбанковский чтобы они не начали повышать пошел считалось что они повысят где-нибудь в третьем квартале 2015 года то есть экономика раскочегарится до такого уровня когда надо будет ее немножко уже так остужать где-нибудь вот в районе третьего квартала а сейчас очень много спекуляций такие что говорят как бы это не произошло вот 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 потому что ну как бы все больше и больше оснований считать что сейчас вот попрет и в частности что останавливало от феды от этих действий это то что при том что занятость растет а зарплата не а не росла не было роста зарплат вот если тот же если один тот же человек делая там одну и ту же работу начинает получать скажем на 5 процентов больше на 10 процентов на 20 процентов больше это и есть инфляция вот этого не было то есть с одной стороны люди работают даме меньше сидят как бы без работы но с другой стороны зарплата не в целом не растут хотя в айти мы этого сказать не можем войти растут и и так заметно растут очень ощутимо это как бы сектор вот и вдруг оказалось что последние данные что все-таки пошло как-то в рост тоже вот как-то уже уже так слабый сигнал такой удается вот был бы сильный они бы уже может быть начали как-то остужать а пока сигнал слабый но уже есть и в общем вот такие пока у нас новости вот мы уже приехали к офису сколько у нас сейчас 11 26 по местному вот так вот я и говорю что дождичек в радость я теперь даже вот зонтик в машине вожу на всякий случай это в принципе тут близко все и там 20 метров вроде пробежать и дождичь не зонтик не нужен не знаю но у меня есть хороший красивый зонтик когда светлана моя работала в компании microsoft то ли она в магазин купила то ли там раздавали я сейчас уже за давностью лет не помню но зонтик очень прикольный он такой большой радиус такой значительный и из двух слоев ткани значит снаружи он черный а внутри вот эти пространство образующие треугольнички вот эти образующиеся спицами на которых зонтик натянут они разного цвета там они желтенькие и красненькие там и зелененькие и так далее вот такой экзотически можно сказать зонтик историческое значение имеет и можно на лет 15 висит у нас в офисе он как бы является общественным сущностью своей то есть если кому надо тот берет в данном случае у меня заезжаем вот друзья спрашивают иногда сколько времени занимает доехать до работы ну вот вот и доехали там минут 15 занимает бывает 17 занимает если вечером куда-нибудь в пробку попадешь ну тут таких уж пробок реально больших нету ну попадешь пробку 22 минуты может быть так что так вот и едем 6 миль счастливо